здравствуйте уважаемые зрители гости подписчики нашего канала сегодня у нас не плановый выезд открытие всеукраинской вахты барвенковский котел люди собрались со всей украины будем работать вместе выхода из котла 6 армии пока шатание собирание сейчас флаги поисковых отрядов вот в целом вот сама информация о проведении вахты знаменосцы готовятся руководство раздает указания все настраиваются ребята в принципе стоят по группам своих отрядов как видите людей в этот раз много надеемся что результат тоже будет хороший смысле результативный работать мы здесь будем неделю посмотрим что будет получаться попытаемся показать конечно весь фронт работа хватить мы не сможем но то что сможем показать покажем наша экспедиция состоится скажем так в любую погоду в любое время может чуть-чуть по времени будет смещаться но тем не менее в любом случае она запланирована будет я хочу всех поприветствовать здесь на этой богатарной харьковской земле вот скажу что вы находитесь как раз в том месте где был эпицентр один из эпицентров харьковской харьковского сражения с мая 42 года здесь именно с этих краев вот ивановка вторая червонная балка дмитриевка в этих районах воевали войска 6 армии и армейской группы бобкина именно отсюда пошли на прорыв 25 числа вечером дивизии этих армий и многие полегли в этих сражениях и вы знаете естественно что во время таких боев бойцы остаются на поле боя уже после окончания боевых действий хоронили в окопы которые некоторые успели открыть а чаще это воронки а снарядов кроме того ряд бойцов захоронили погреба сожженных деревень мы тоже попытаемся найти в песчанке такие погреба где массовые захоронили естественно здесь и много из опасных предметов и как поступать вы прекрасно знаете еще будет отдельный разговор хочу сказать что харьковская трагедия в ходе которой погибло около 170 тысяч советских воинов конечно же до сих пор не исследована до конца имена многих еще не названы они лежат без пропавших на поле боя но вместе с тем можно сказать следующее благодаря тому что варенковский котел находится скажем так в нашей харьковской глубинке и любители руку хочется всех привитать вас на цей земле и побожать всем удачи чтобы как наибольшим нам поднять вид луния так сказать все группы разъехались по локациям это участок для работы нашей группы вон далеки ребята размечают на квадраты потому что выход из котла как таковой оборонительной линии нет солдаты которые обнаруживаются наши находятся хаотично в разных местах разбиваем участок на квадраты и планомерно людей у нас много на этой вахте отрабатываем все поле полностью и мелкие и крупные сигналы что будет получаться покажу одна из групп работает за бугром там у них уже вроде бы найдены останки но бегать по группам я не смогу потому что локация очень далеко за бугром группа работает там далеке вот за теми посадками вот там покажу работу нашей группы конечно если будет что показать если будет картинка не радостно на нашем участке перейду для съемок на другой работа кипит вот в этом шурфе обнаружены останки красноармейца вот видите показалось вот рука торчит срезе тут мосинские патроны под сумки сейчас расширяем предполагаем место захоронения чтобы определить его границы расширяем сюда расширяем сюда после расчистки зачистки останков покажу все более подробно обнаружены останки еще и дальше вот там сейчас мы туда перейдем вот второй шурф здесь показались можете видеть нога состав коленный дальше правда ноги нет может от пахана вот рядом вторая кость сейчас тоже это место захоронения расширяем зачищаем после зачистки я все покажу на видео более подробно далеке если можете видеть работает еще одна оказались ребята красных костюмах это обнаружена граната f1 да насколько я видел она запалом до чека стоит кольца нет ну вот как то так граната сейчас отправим на пункт приема взрывоопасных предметов у нас он для вахты централизован они будут все собираться единое место после сотрудниками мчс будет произведена дезактивация или вывоз как они решат вот здесь идет работа по расширению останков солдата там где показалось рука я уже вам показывал буквально рядом там вдалеке тоже солдат там где колени но верховой с ним сложнее возможно часть от пахана смотрим здесь еще один вот голова она рассыпалась к сожалению но она есть нужно это место тоже сейчас будем увеличивать после зачистки покажу тоже его более подробно и того наша группа сейчас работает три шурфа в каждом пока пока по одному солдату раз два три место первого захоронения увеличиваем здесь оказались останки двух человек и головы показалось кружка остатки поясного снаряжения обувь предположительно у одного из солдат но и от пахана они подходят вверх по второму вот так он выглядит сейчас ребята начнут гумации шурфе номер один подготовлен экзумационный стол начинается процесс экзумации один из ремней двухшпеньковый можно предположить что захоронение может находиться офицер но это под вопросом то уже под останками первого бойца пока предположительно но вроде бы показались останки еще одного человека ребята работают стол подготовлен идет расчистка работа кипит какая на сегодня работы приостанавливаем пока расчищена вот так все выглядит сегодня к сожалению продолжить не успеем будем продолжать завтра утро второго дня мы находимся на тех же локациях основная масса людей пока на приеме пищи напоминая что у нас вот здесь останки двух человек очистка практически закончена чуть позже будем очень немножко окультурим сделаем фотофиксацию и чуть позже будем экзумировать возможно появятся еще какие-то предметы которые мы не видим там далеке еще останки двух человек дочистят и тоже покажу захоронение номер один пронумерована цифра 1 расчищены обозначены предметы относящиеся к останкам первого человека пронумерованы идет фотофиксация их перед экзумацией это предметы пронумерованы только те которые видимые при проведении экзумационных работ вполне возможно что будут обнаружены какие-то еще предметы они будут отдельно нумероваться и показываться стол подготовлен на третьем захоронении подготавливается останки для разметки нумерации фотофиксации и будем этого эксгумировать предыдущие два захоронения оставлено пока на чуть позже срок ждем руководителя экспедиции останки сопровождаются помимо нумерации север линеечкой информационной табличкой обязательно с указанием даты чпс координат захоронения место расположения а также так как у него не хватает некоторых костей для того чтобы сделать потом снимок на нем было видно и каких конечностей у него не хватает грошка только с магазина Рекультивация. Четвертое место захоронения советских солдат на нашей локации. Пока идет работа по расширению предполагаемого места захоронения. Для дальнейшей работы по созданию коммуникационного стола и расчистки. Первой находкой была голова разорванной плугом каски. Но от головы шея не пошла. Может быть само тело было уже плугом отпахано. Вон срезаны плугом ноги. Но рядом показалась еще одна голова раздавлена. Пока больше показать нечего. Щепетильная кропотливая работа. Потихонечку, полегонечку. Чуть больше покажу позже. Земелька дубовая, как камень. Просохла на полметра точно. Даже в самом захоронении земля очень твердая. Вдалеке вот группа кривбаса, кривой рог, работают. Там у них тоже по моему уже третье захоронение. Сейчас они раскапывают. В общем работа кипит. Здесь за посадкой еще две группы работают. И в посадке на углу еще тоже группа. Все работают по захоронению. Четвертое место захоронения приобретает огромный размер. Примерно уже где-то 2 на 3 метра. Вот повод этой границы. Это уже отбито захоронение. Заложен начало эгумационного стола. Там пока обнаружены кости. Приостановлено будем расширять. Земля отброшена. Сегодня не успеем. Но сегодня поисковый день закончим. Продолжаем завтра. Покажу. Эксгумация первого захоронения. Фотофиксация была осуществлена вчера. Все подготовлено. Владимир Ильич, давайте правую часть назобедренной кости. Так как конечностей не хватает, идет выкладка на эгумационный баннер для определения отсутствующих конечностей. Если б за начальницу, я бы еще поняла. Эксгумация. Эксгумация. Нет, я за руль хотел. Эксгумация. Захоронение номер один завершена. Останки выложены на баннер. Не хватает некоторых конечностей. Сейчас посмотрю. Эксгумация. 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 Обнаружены предметы. Интересные. Я покажу. Кошелек с монетами. Наган. Какой-то ключ. Протупее. Две. Одна из них. Замочена уже. А можно звезду посмотреть? Трех деревень со звездой. Полиция производит осмотр. Обнаруженных предметов. Захоронение номер один. Эксгумация закончена. Сейчас приступим к эксгумации захоронения номер два. Оно довольно таки сложное. Связано это с тем, что как видите сверху находятся останки одного из солдат. А под ними на разметке я показывал вчера. Кстати это у нас уже четвертый день вахты. Показалась нога еще одного человека. Он находится под ним. Поэтому разбираем верхнего. Зачищаем нижнего. И проводим детальный осмотр и эксгумацию. Попутно ребята делают расчистку захоронения номер четыре. Пойдемте посмотрим, что у них получается. Захоронение номер четыре это только на нашей локации. Там вдалеке работает Криворожский отряд. У них по-моему пять захоронений. Там же на углу в посадке отряд из Славянска в Донецкой области. У них одно захоронение. Так, ну сейчас посмотрим здесь. А, за этой посадкой, которая левее от меня, работает полтавская группа. У них двел на локации пока два захоронения. Я попробую потом взять видео других подразделений, групп и вставить тоже в наш фильм. Но как это получится, пока не ясно. Вот то, что мы видим по четвертому захоронению. Пока видны предметы. Каска, противогаз с бачком, граната, РГД-33 со сколочной рубашкой, котелок, сапоги, ботинки. Пятая голова? Фляга. А, фляга. Фляга, простите, немецкая фляга. Ну, в принципе, вы видите размеры. Эксгумационный стол подготовлен, обрезка по останкам. По крайней мере, вот с этой части завершена. При расчистке подрежутся ближе. Ну, до разметки еще очень далеко, потому что еще очень много работы по самой расчистке останков. Ну, вроде как они лежат не многослойно, а просто перемешаны друг с другом. Ну, если повезет, то, возможно, завтра мы уже сможем провести эксгумацию. Пока расчищаем. Саш, сметочка ли? Лежит сзади тебя. Идет фотофиксация личных предметов, обнаруженных в захоронении с останками. Фотофиксация, опись вот. Эксгумация второго захоронения из двух человек в локации Харьков. Лежит сзади северный университет. Это же полоса. Да… Это же полоса. А тут как и уже. Давай, разобью. но чёрт и полностью не расчистил уже драть начинаешь снимать и почистили вокруг вокруг него вокруг него хотя бы на 5 сантиметров вокруг лечение какой-то пока не определенный 5 сантиметров кожаной стулки фотографируем потом снимаем пулемет ластик 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 там отдельно а вот это еще справа от фоншета показался ствол или лопатка может быть и ствол почему-то похоже мне как на ствол сверху похоже сейчас она высохнет под ней противогазный бак карандаш пустой сумочка пустой завершена эксгумация второго захоронения в локации харьков захоронение имеет вот такую форму в принципе одиночная коп подбортовка это застук для эксгумационного стела стены по контуру окопа в нем было два человека сейчас пойдем с вами посмотрим пока будет идти опись на баннерах информационных сходим посмотрим что у нас захоронением номер четыре локации харьков ну вот что мы видим четвертом захоронение зовут нужно бежать более подробно покажу позже уже не зовут тогда расскажу мы видим патроны 3 линейки 762 шинельные пуловицы именно стерочные гранаты ргд 33 наступательном положении перочинный нож патроны сапоги взрыватели к гранатам котелок поясной солдатский ремень еще патроны еще пуговицы так вроде бы из явно видимых предметов все но при эксгумации возможно будет найдены предметы которые мы сейчас не можем видеть и они закрыты землей утро пятого дня сейчас дочищаем это захоронение из четырех человек локация харьков захоронение номер четыре не знаю успеем ли мы сегодня его эксгумировать возможно эксгумировать уже будем не мы и снять я это не смогу ну посмотрим в лике криворужская группа готовится дорабатывать свой участок остальных мы не видим они разбросаны левее прямо за посадкой левее за посадкой полтавчане полтавская группа нашли захоронение в котором находится один из человек это майор звание майора обнаружена петличка и на рукавные углы ркака мы обещали одному из зрителей нашего канала у него погиб здесь если я не ошибаюсь если ошибаюсь простите меня погиб дедушка пропал ну пропал без вести по документам мая 42 года барвенковском котле но скорее всего конечно погиб вот так вот лежат без вести пропавшие в котле писал его зовут этого мужчину зовут юрий он находится в россии писал набрать просил набрать земли из этого места вот ребята набирают юрий если будете смотреть видео видите земля непосредственно из барвенковского котла рядом с захоронением солдат пока еще неизвестных надеемся что медальоны будут обнаружены адрес у меня есть по окончании вахты мы отправим землю к вам а я еще один напишу вам на email фотофиксация четвертого захоронения окончена передвигаясь там ребята начищают начинают расчищать захоронение номер пять но мы уже не успеем его доработать пока только скопаем верхний слой может сделаем подрезку выгоним уровень но расчисткой же займется другая группа мы сегодня вечером уезжаем тем не менее пойдемте посмотрим может что-то тому же пройдем через группу киев киевская группа работает на захоронении посмотрим что у них здесь работа только началась по выравниванию уровня захоронения я видно что останков да уже как минимум трое вот одна нога вот там две ноги уже по радио без сапог сапоги срезаны тазобедр непонятно чей там один череп там второй череп и вот сюда еще так что тут строят очень как минимум захоронение номер пять тоже только началось подготовка отбиты границы я так вижу идет опускание по уровню для рабочего стола но еще ничего не видно работы работы вагон кости показались кости показались а коленный сустав ну да человек лежит один точно эсгумация четвертого захоронения закончена не мог показать сам процесс так как непосредственно от чата участвовал выкладки останков зачистки покажу уже пустую яму вы видели все и на видео когда она была заполнена сейчас пройдем к пятому захоронению отведет народ пучкуется впереди посмотрим что там мы будем уезжать наша вахта на этом кончается мы снова вернулись на вахту закрытие было вчера мы пропустили его как и предкрайний день самой поисковой экспедиции но сегодня завершающий день вахты перезахоронения советских солдат их обнаружено на секунду если не ошибаюсь и 121 советский солдат был обнаружен в итоге экспедиции сегодня будет захоронение на братской могиле села ивановка барвенковского района сейчас выносим гробы и столы расставляем экспозицию руководитель экспедиции нашей вот ярослав александрович гробы с останками как можете видеть ребята поисковики уже начинают выставлять яма заготовлена она довольно большая потому как вы слышали и количество тоже не маленькая пока съемку прекращая нужно занять заняться помогать ребятам выноски гробов организация всего мероприятия попытаюсь еще снять мероприятие часть гробов уже вынесли количество вот количество гробов которые еще предстоит вынести можете видеть их немало люди работают и с ангиной с температурой что смотрите еще до захоронения количество конечно большое результат нашей вахты ну конечно можно сказать результат неплохой хотя это звучит как-то доусмысленно в данном случае по отношению к останкам наших погибших солдат все начинаю выносить сниму позже попутно начинается выкладка экспозиции обнаруженных предметов во время поисковой экспедиции и разнообразные ложки личные вещи бритвы пряжки часы компасы зажигалки вон штуки монеты оружие трехлинейки противогазы но и другие разнообразные предметы эту экспозицию мы осмотрим с вами чуть позже когда она будет уже полной предметов найдено много видите просто в мешках мешках но увидели количество останков поэтому понятно что и найденных предметов будет много и останки выставлены у меня ждешь и у детской кроватки И по этой веснаю со мной ничего не случится. Говорит, там же написано серебро. Понятно. Потом, господи, трой сосед. О, хорошо. Вытягивает мультивору и убил. Только она была посередине. Их самый интересный экспонат у нас здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Пускай стволов от разорванных орудий. У меня есть, скажу, два-два-две. А что-то как-то. Ага. Я думал, что я делал. Съемка всего события и перезахоронения будет проходить без комментариев. Все увидите сами. Здесь у нас поспали. Здесь у нас совпая. А им не каждый. Спасибо. 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 Баев Василий Кириллович, 15-го года рождения. Тамбовская область. Крылов Александр Лазаревич, 1896 года рождения. Каськов Григорий Федорович, 15-го года рождения. Ставропольский край. Кризатуб Тихон Максимович, 1901 года рождения. Уроженец Полтавского области. Приходько Герасим Григорьевич, 1907 года. Уроженец Ставропольского края. Иванов Никита Васильевич, 1900 года рождения. Сергеевским, Варшавлоградская область. Низкий монтаж, вечная память. Низкий монтаж, вечная память. Низ Кириллович, 20-го года рождения. Иванович, вечная памяти. Пр언�, вечная память. Низờiная память. Апер tilt, вечный монтаж. Хотел allow бендиа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...